Приветствую, друзья! Как привести себя в порядок, чтобы решить нерешаемый вопрос? У каждого из нас такое может быть, если хотите, я прямо сейчас вам покажу. Ну, для этого сначала подумайте, какой вопрос вы хотите решить. Ну, наверное, тот, который вас очень волнует, правда? Ну, вам надо так решить, его так решить, потому что и времени мало, и решить почему-то очень важно. Да, ну, теперь давайте начинайте его решать. И делайте следующее. Встаньте, пожалуйста, на минутку. Да, теперь как ребёнок, потряситесь немножко. Да, просто потряситесь, и думайте о решении этого вопроса. А теперь покосите траву, пожалуйста. Косите траву и думайте о решении этого вопроса. Как решить вопрос? Таким образом мы с разных точек зрения пытаемся его решить повторяемыми движениями, как инструментами. А теперь поплавайте. Поплавайте прямо в воздухе, поплавайте. При этом делайте такие движения, которые вам, как ребёнку, хочется делать. То есть те, которые максимально для вас простые, естественные и комфортные. И думайте о решении вопроса. Не надо там расслабляться, отключаться, переходить в изменённые состояния. Ничего не надо. Просто думайте о том, как решить вопрос. И подключайте вот эти действия, которые вам хочется сделать. Которые вам приятно сделать, чтобы решить вопрос. Так. А теперь на коне поскочите, пожалуйста. Поскочите на коне, поскочите быстрее. Ну, как вам нравится. Хотите быстрее скачите, хотите медленнее скачите. Так. А теперь, пожалуйста, побоксируйте. Все свои проблемы в эту грушу боксёрскую. И давай наяривать. Давай, давай. Так, так, так. Сколько всего накопилось стресса, напряжений. Давайте свои проблемы колотите. Потому что вы освобождаетесь. Сейчас освобождаетесь от нервномышленных зажимов. От блоков сознания и блоков тела. Вы себя восстанавливаете. Вы разгружаетесь. Вы обнуляетесь. Вы освобождаетесь от стрессов. Для того, чтобы решить свой нерешаемый вопрос. Давайте, давайте. Колотите, колотите. Именно так, как вам хочется. Так. А теперь давайте дирижируйте. Дирижируйте, дирижируйте. Именно так, как вам приятно. И можете себе подпевать. И подпевайте, подпевайте. Подпевайте. И можете выговариваться. Выговаривайтесь. Да что за чёрт? Что за вопрос? Я его решу. Ну, как хотите думайте. Как хотите говорите. Как хотите делайте. Давайте, 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 давайте. А теперь на пианино сыграйте. Это же те действия психорефлекторные, которые помогают человеку лучше соображать, освобождаться от вот этой вот задействованности, освобождаться от рутины дня, впечатлений, тревог, беспокойств, забот, страхов, выходить на состояние нуля, разгружаться. Потому что там, единственное, в этом состоянии нулевом, вот этой эмоциональной дистанцированности, вы являетесь человеком. Почему? Просто потому, что человек, в отличие от животных, имеет способность к выбору. А когда вы можете выбирать? Когда вы не задействованы. Потому что, если вы задействованы, у вас одна доминанта. Например, влюбились. Да, или, например, трагедия. Или, например, вы в работе. Вы всё время в трансе. Там, где одна доминанта, это транс. Таким образом, страх – это неуправляемый транс. Любовь – это неуправляемый транс. Как говорится, любовь зла, полюбишь и козла. Это неуправляемый транс. Единственное состояние для человека, когда он имеет способность выбора – это нулевое состояние. Это состояние безмятежности, глубинного покоя в душе. Это состояние, когда нет страха. Когда нет комплексов стереотипов и шаблонов мышления. Когда ты свободен. Ты имеешь тогда выбор. Ты можешь понять, что и как тебе делать, как быстрее достичь цели, как решить твой нерешаемый вопрос. Ты можешь его теперь решать, потому что у тебя там нету ни страха ошибки, у тебя там нету ни комплексов, ни стереотипов, ни авторитетов. Тебе сейчас природа помогает. Потому что ты сейчас освободился от всех этих напряжений, которые держат тебя в трансе. Стресс – это неуправляемый транс. Страх – это короткое замыкание. Да, а сейчас ты свободен. Теперь, когда ты перебираешь разные движения, запомни, по критерию максимальной комфортности, как дети, делай то, что тебе приятно. Но не по одной секунде, а по полминутки примерно. Перебираешь, перебираешь, перебираешь. Потом сел. И вдруг тебе захотелось плакать – плачь. Захотелось смеяться – смейся. Потому что у тебя идёт раскрепощение, разгрузка, разрядка. Захотелось спать – спи. Захотелось зевать – зевай. Захотелось ещё потрясись – потрясись. Захотелось ногой качать – качай. Захотелось выть – вой. Захотелось стонать – стони. Это разгрузка. Наконец ты выходишь на состояние, ну, допустим, спать – значит, надо спать. Теперь запомни. Чтобы решить нерешаемый вопрос, тебе нужно иметь полный комплект. Раз тебе организм подсказал, что тебе надо спать, значит, надо выспаться. И потом ты решишь этот вопрос. Понятно, да? Раз тебе организм подсказал, что надо плакать, значит, надо выплакаться. И потом ты решишь этот вопрос. Короче говоря, когда ты научаешься слышать подсказки тела, а ты их научаешься слышать, когда ты применяешь принцип подбора путём перебора, Это принцип ключа, и здесь я тебе сказал, самое секретное, и принцип подбора путём перебора, и критерии максимального соответствия индивидуальному состоянию, то есть комфортности. Этого нигде в мире нет, ни в одном методе мира. Таким образом, в полном комплекте, только обеспечив полное восстановление, а это ты делаешь с помощью ключа очень быстро, в десятки раз быстрее, чем каким-либо другим способом, и поэтому ты можешь этот вопрос решить. Но в полном комплекте. Я думаю, ты меня понял. Почему я не боюсь такие вещи, такие уникальные контенты всем раздавать? Почему я не боюсь? Я беспокоюсь, как бы не в те руки не попало, но чем больше людей знают, что эта школа, человек будущего, Homo Futurus, даёт вам такие технологии, а у нас количество подписчиков всё время прибавляется, всё время, потому что людям сегодня это нужно, потому что вы в неопределённости, не знаете, как жить, что будет завтра, каждый день какая-то информация, как на весах, то да, то нет, то да, то нет. А долго человек находиться в состоянии мобилизованности не может, он истощается, он начинает болеть и умирает. Поэтому я даю вам это, не боясь ничего, чтобы сохранить нас всех. И мы, школа человек будущего, занимаемся сохранением человечества на планете Земля, и поэтому я даю без всякого страха эти технологии. Да, назовите их моими советами. До встречи, друзья.